И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы переходим в нашу мануарную массажу спины к более глубокому массажу. То есть мы сначала разогрели, растерли, провибрировали, да? И последняя наша вибрация заканчивалась уже глубоким внедрением в ткани человека, когда мы вот так вот раздвигали паравитобральные мышцы от позвоночника, да? И тестировали заодно. Но кроме всего этого прочего, мы продолжали договариваться с телом пациента, с его подсознанием, да? Что мы переходим постепенно к глубокой работе. И дальше мы будем работать более жестко. То есть все наши спортивные процессы идут от мягкого к глубокому и жесткому. Мы будем работать, прием такой, лапы леопарда. Это мы берем, сжимаем пальчики, не кулаки, а только пальчики, близко-близко к другу. Как будто бы кошка или леопард подобрали когти, да? Можно немножко сжать вот так вот руки. И есть такой эффект, когда они вот расширяются, раздвигаются. Нет, не выпрямляя пальцы. Пальцы не отрываются вот так. Раздвигаются с сжатой. Вот. Что мы из этого будем делать? Ну, во-первых, это будут прямыми вот такие вот растирания с притяжением. Например, еще дополнительно можно делать, да? Это будут движения в виде шестеренки. Ну, во-первых, просто круговые, да? А шестеренка, это когда у вас еще пальцы ходят вот так вот. Попробуйте, попробуйте сначала с прямыми, если не получается, с прямыми. Потренируйтесь. А потом, вот они относительно друг друга будут так. Для чего? Для того, чтобы ткань захватывать вот в силу, вот видите? Вот. И есть вот такую беремку, вот такая у нас. Между пальчиками вот этими есть, да? Вот. И кулаками. То есть, как кулак мы зажимаем, не так, не вот. Даже не знаю, как раз неправильно делают. Как-то вот так пальцы, вот так. А, вот так пальцы, ни в каком случае. Не делайте как. В карате, там, кунг-фу, да? Плотный кулак, это все пальцы зажаты внутрь. Крепко, вот уж чувствуете. И большой палец рядышком. Вот он зажат. Он не мешает. Тут мы работаем и плоской частью, и вот этими костяшками пальцев, и вот этими костяшками пальцев. В зависимости от того, как нам нужно надавить. Надо помягче. Мы делаем плоскостью, да? Надо пожестче. Мы делаем вот этими уголками пальцев, да? То есть, тяшками. Или там вот, в другую часть кулака. Вот так вот, совсем жестко, глубоко. С утяжелением, да? Прям очень глубоко. Чувствуется, наверное, да? Да. Вот. Единственный прием, ну, просто скажу на будущее, поскольку мы про приемы сейчас, да? Можно, если вот где-то вот какой-то триггерная зона, надо достаточно жестко проработать. Ну, например, вот именно. Одинный прием, да? То мы тогда берем большим пальцем дополнительно, выдвигаем один из пальцев, да, вот прям у него плотно, чтобы было давление от большого пальца в этот палец, а сверху мы еще рукой надавим. Вот одним, одну костяшку, вот мы прорабатываем эту зону вот таким давлением. Так. Ну, а теперь про технику массажа. Вот мы закончили. И если помните, где закончили, там начинаем следующее, да? То есть берем трапециевидную мышцу проработали, круглые мышцы, всю лопатку, плечу, на что захватили. И вот у нас вот этот треугольник плеча существует. Мы точки приложения усилий поднимать сейчас его будем. Вот раз, два, три, примерно, планируем. Приподняли, 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 приподняли. Так мы расшатываем вот эту группу плечевых мышц, да? И заодно и проверяем, насколько она у него подвижна. Потому что есть люди такие, что лопатки сильно повернуты, в стол, аж упираются. Их вообще оторвать невозможно. Это что говорит? Это, конечно, проблема на самом деле не на спине, а грудные мышцы. Грудные мышцы они настолько укорочены, что тянут лопатки вперед. Это другой вопрос, по-другому, соответственно, будет решаться. Но сейчас на вот важно размять лопатку, встряхнули ее, вот тоже вибраться вот так. И перешли, вот лапа леопарда, еще один прием. Похоже на кольцевой захватка, вот в классике, да? Вот мы делаем вот так. Но здесь мы его, ну, во-первых, не грех, конечно, пройти еще раз, да? Его вот так вот. Но мы добавляем сюда лапа леопарда, то есть делаем гораздо все жестче. Хаотично вот так вот пощипали. То есть это прием вот такой лапа леопарда против большого пальца. Польшой пальц достаточно сильный, да? Вот он отдает захват. Хаотично вот пощипали человека. И переходим к началу позвоночника, чтобы идти дальше с следующим приемом. Следующий прием у нас такой. Используем кулачки для того, чтобы, я называю это открыть ключи. Ключи будущего шлюза. Вот. Мы практически впиваемся между ассистными отростками и паравитабральными мышцами. И паравитабральными мышцами отодвигаемся всей силой. Вторая рука тоже. Видите, чтобы было мощнее, я всеми плечами работаю, я всем весом над человеком. То есть если до этого мы проходили вот так вот, да? Ну это мертвый грибартик. Теперь мы уже всем весом, уже глубже. Вот работаем. Видите, мой вес над человеком. Терпимо. И вспоминаете, когда возвращаются, я на всякий случай еще раз трапецию захватил, и еще раз ее тянул. И следующий проход мы делаем то же самое, но только одной рукой мы ключ открыли, вернем открыли ключи только что. А теперь шлюз. Шлюз повернули, вода потекла. Удивернется, утекла, да. То есть туда-то догонули мышцы, да? А дальше дали лимфии крови стечь. Достаточно медленно. Вот. Ну, по сути, видите, рисуем полоски такие, тельняшка. Это вот такой прием. Если с двух сторон делать, то получится вот как будто мы рисуем на селе человека тельняшку, да? Ну, а сейчас мы работаем с одной стороны, мы делаем вот все с одной стороны, вот. То есть это тоже имеет смысл, потому что после глубокой проработки, да, вот эти все у нас накопленные, трофика ткани уже увеличилась, да? Теперь надо все вывести. Выводим в подмышечную зону, в подключичную и вот в паховую зону. Когда мы дошли до конца, да, вот дополнительно еще работа с кулачком, это опять вибрация, вот поставили на крестец, достаточно мощный сюда можно ставить, протясти его, но при этом смотрите, когда я захожу на позвоночник, я на него уже не давлю, я вот раз, переверну руку, да, если вибрацию запускаю по позвоночнику, то раздвигаю пальцы, два леопарда практически получается, да, и вот эта рука задает импульс, а это просто давит. Расстегаем позвонки, расшатываю, вернее, расшатываю, следующий проход спустился вбок, теперь всем кулачком, вот этими косточками, очень острыми, со всеми силы, такое достаточно энергичное движение. Далее у нас расширение практически нету, костных, да, есть только ребра, поэтому вот это вот все, вибрация там уже не нужна. Там мы просто лапы леопарда расширяем и с утверждением второй руки делаем быстро, и несколько движений, это уже не просто тренинг, это такое глубокое применение, что уж, видите, как покраснел человек, как я люблю поздравлять, всегда я вас поздравляю, у вас появился здоровый румянец, на пол спины, вот, промяли, и дальше мы перейдем к локтевым техникам, о чем вы узнаете в следующем видеоролике, а еще лучше на тренинге отработайте на практике.